С начала пандемии коронавирусом заразились более 180,5 миллионов жителей планеты. Более 3,9 миллиона пациентов скончались с подтверждённым диагнозом COVID-19. Мир продолжает бороться с инфекцией с помощью ограничений и вакцинации населения. Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в России впервые с 21 января составил более 21,5 тысяч случаев. Умерли 619 человек. Это максимальная цифра с начала года. Германия ужесточила правила для въезжающих в страну из России. Для этих лиц вводится строгий 14-дневный карантин, длительность которого нельзя сократить при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус и даже при условии полной вакцинации или наличия иммунитета. Эта мера связана с тем, что Россия с 29 июня войдёт в список стран, в которых активно распространяются новые варианты коронавируса. Внесение в этот список также означает, что авиакомпаниям, железнодорожным и автобусным перевозчикам будет разрешено перевозить из России только пассажиров с гражданством или видом на жительство ФРГ. Тем временем в Испании отменяется обязательное ношение масок вне помещений при условии соблюдения дистанции в полтора метра. Это решение принято в связи с улучшением эпидемиологической обстановки и высокими темпами вакцинации в стране. Ношение масок остаётся обязательным в закрытых общественных местах и в транспорте. За нарушение этого правила предусмотрен штраф в размере 100 евро. Самым действенным оружием в борьбе с пандемией коронавируса остаётся вакцинация. Она может проводиться при любом уровне антител. Прививка не может нанести какой-либо вред из-за их наличия. Об этом заявили в ВОЗ. Также было отмечено, что прошедшим вакцинацию от коронавируса нужно продолжать носить маски. Медина Гурбанова, СБС.